Отзыв и видеообзор на книгу Азика Азимова «Путь к основанию». В предыдущем обзоре, который я делал на книгу «Прелюдия к основанию», я кратко описал, почему я буду называть это основанием. Но вы можете это посмотреть вот по этой ссылке. А сегодня я продолжу обзор этой серии «Фаундейшн», которая начала свой путь в 1951 году. Обзором на книгу «Приквел», которая вышла в 1993, это «На пути к основанию». Гарри Селдон продолжает работу над психоисторией, и ему удается выбить финансирование для своей лаборатории, он нанимает людей и начинает свои исследования. Он сталкивается с многочисленными препятствиями на своем пути. Но к концу книги ему удается создать стройную теорию и предсказать, что же нужно сделать для того, чтобы империя возродилась за тысячу лет, а не за тридцать тысяч лет, как в случае, если бы психоистория никогда не была бы создана. Эта книга менее захватывающая, чем «Прелюдия к основанию» и читалась, скажем так, более, ну скорее медленнее, чем первая книга. Я заметил, что некоторые главы идут очень и очень тяжело. они такие вязкие, тягучие, скорее на то, чтобы подумать или на то, чтобы автор раскрыл какого-то персонажа или про какие-то события, которые произошли с персонажем в далеком прошлом. Но самая важная часть, этой книги, как мне кажется, это книга именно в тот момент, когда Гарри Селдон догадывается о том, как сделать основание, и в тот момент, когда он догадывается о том, что оснований должно быть два, а не одно. И они должны быть на разных краях галактики. И он создает специальный прибор для того, чтобы его работа продвигалась быстрее, чтобы обрабатывать математические уравнения психоистории быстрее, чем раньше. Он это делал на бумаге. Он привлекает большое количество специалистов, ну, в разное время их было около 50, плюс приходящие специалисты. Но, к сожалению, ситуация меняется слишком быстро в империи, и финансирование очень быстро угасает. Ему не хватает времени на то, чтобы подробно разработать теорию до конца. Но той базы, того фундамента, того материала и метода хватает для того, чтобы снабдить людей, которые уезжают на первое основание, на другую планету. А эту планету он нашел именно с помощью психоистории, куда поместить первое основание. Он дает им в руки свои приборы, свои наработки, а также запись видео со своими обращениями. И отправляет этих людей в открытый космос. Это кратко. Очень кратко о сюжете, а сейчас и кратко о моих впечатлениях. Сейчас о моих впечатлениях более подробно. Я бы сказал про книгу «Путь к основанию». Это такое впечатление возникло, что Айзек Азимов хотел в одну книгу поместить все события, которые произошли с Гарри Селденом за 50 лет. То есть где-то с середины его 30-х годов, то есть когда ему 35-38-40 лет, до его смерти, не помню, сколько ему было в возрасте, там 85-86 лет. Он, автор Айзек Азимов, у меня такое сложилось ощущение при чтении книги, что он целенаправленно, специально, подробно рассказывает про все эти события. И в какой-то момент создается ощущение, что он торопится. Автор торопится, потому что боится, что его жизнь случайно оборвется, и он не успеет дописать эту историю про Гарри Селдена. И серия «Основания» останется незаконченной. Поэтому вот эта книга «На пути к основанию», она достаточно объемная. Она 550 или 600 страниц. Достаточно увесистый фолиант. И уже где-то к середине книги я, честно говоря, уже устал читать эту книгу. И я сделал перерыв, может быть, где-то даже на неделю я сделал перерыв, чтобы прочитать что-то другое, а потом с новыми силами вернуться и закончить «На пути к основанию». Книга действительно... Да, он использует какие-то лингвистические приемы, построение текста, порядок текста, который был в прелюдии к основанию. Но это уже, скажем так, видно, что он использует заготовки, которые... Автор использует заготовки, которые были ранее. У него накопились, и он хотел просто все эти заготовки издать в виде книги. В некоторых местах действительно выглядит очень, ну скажем так, не знаю, как забавно, или странно, или неуместно. Я не знаю, какой эпитет подобрать, чтобы это объяснить. Что, допустим, идет повествование про одного персонажа, а потом резко переходит на другого персонажа. То есть такое ощущение, что автор просто соединил когда-то два написанных куска, которые не вошли в предыдущие книги. В эту книгу, по сути, она, наверное, даже последняя книга этой серии получилась, по времени, именно по времени выхода. И вот это накладывает как бы неприятный, негативный отпечаток на чтение этой книги. Но хочу сразу отметить важную вещь, что книгу я рекомендую прочитать. Потому что она дает понимание того, как вообще эта психоистория, она зарождалась и развивалась. Она дает понимание о процессах, которые происходят на политическом поле в Транторе. И что, ну как бы это сказать, это упёртость вот этих людей, которые приближены к императору, которые трусливые, которые неповоротливые, которые заботятся прежде всего о своей шкуре, а не об общем деле. Это хорошо показано в этой книге. Такой получился немного скомканный обзор. Следующий обзор будет на книгу Академии. Академия основания. То есть Foundation. Это первая книга серии. Вот здесь будет плашка с видео в конечных заставках. Так что вы нажимайте на нее спокойно. Вот здесь будет моя физиономия с фотографией. Подписывайтесь. Так, еще где? Над моей физиономией на фотографии это ссылка на предыдущее видео с обзором Прелюди к основанию. Значит, вам до новых встреч. Желаю вам всяческих успехов. Читайте книги. Смотрите мои видеообзоры. Всего вам доброго.